Национальное телевидение Чувашию планирует 9 мая вести прямую трансляцию парада Победы с Красной площадью столицы республики. Чувашия присоединилась к Всероссийскому дню посадки деревьев. Участники ежегодной акции отправились на левый берег Волги, чтобы восстановить горельники. Здесь, вблизи поселка Северный, 7 лет назад огнем было уничтожено более 5000 гектаров леса. Молодые сосны в Заволжье высаживают каждый год. Подробности у Дмитрия Ковалева. Здесь каждый сеянец на вес золота, уверяют лесники. Молодые сосны на протяжении двух лет выращивали под постоянным контролем. Посадить дерево – целая наука. Инструктаж провели специалисты своего дела. Сперва мы образовываем щель с помощью меча Колесова. Сеянец засовывается в щель, потом ногой притаптываем. Восстанавливать сгоревшие леса в Заволжье приехали более 100 человек. В экологический десант записали студенты, общественные активисты, депутаты и члены правительства республики. Многие из них сажают деревья не в первый раз. Зажали. Деречку не оставляем, чтобы воздух ее не убил. Красиво все сделали. И пошли дальше. То есть опыт большой, да? Большой. Третий раз. Андрей соснин в сосновке сажает сосны. Прям скрыговка какая-то. Настроение хорошее, погода солнечная. Все здорово. Глава республики за работу взялся со знанием дела и посадил более 20 сеянцев. Но важнее всего, отмечает Михаил Игнатьев, сохранить деревья. Очень важно, чтобы выживаемость была не менее 70% через три года. Это уже хороший посыл и хороший результат нашей совместной деятельности. У нас родители дома всегда воспитывали в том духе, чтобы весной или осенью сажать деревья. Самое главное, ценность в чем это заключается? Потому что тот человек, который посадил дерево в детстве, в возрасте, он никогда не будет заниматься монолизмом. Он всегда будет беречь природу. Только в рамках акции было посажено более 40 тысяч молодых сосен. Работа по восстановлению лесов, уничтоженных огнем, в республике продолжается. Реанимировать левый берег Волги намерены через три года. На сегодняшний день мы на лесных участках, пройденных лесным пожаром, с 2010 года посадили более 2500 гектаров искусственного леса. Поработали продуктивные чебоксарцы. В столице республики прошли массовые субботники. В этом парке Новоюжного района растаявший снег обнажил горы мусора. Отсюда его вывозили с помощью грузовиков. К трудовому десанту присоединился и глава региона. Самое главное, каждый горожанин, каждый житель Чувашии должны научиться убирать после себя мусор. Тогда у нас меньше будет мусора, мы, соответственно, меньше времени будем тратить для того, чтобы мобилизовывать людей. Субботники прошли во многих уголках нашего города. Только вместе с горожанами мы можем убрать такие большие пространства, что сегодня и сделано. На аллее искусств много очень поработали в зоне всех парков и садов. Поэтому только огромная была благодарность жителям города. Субботники продолжатся. К 9 мая в районах республики необходимо навести порядок. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Мы видели все это дело.